Саламат Седерма, Курмятеду старым. Хеллоу, dear friends. Доброе утро, Кайрлы Тан. Это следующая серия по Черри Тига. Где-то неделю назад купил. Вот, кстати, сейчас сработал ограничитель скорости, запищал. Я поставил на 60 км в час, и он вот сейчас я покажу, как пищит. И пищит и показывает, что ограничение. Можно ограничение, если, допустим, по Альфа-Рабисайна едем. Вот, снять этой кнопкой, тогда оно уже не будет срабатывать. Вот, значит, задумался шины купить на зиму. Вот, и выбрал, значит, всесезонные шины. На мой взгляд, всесезонные шины в южных регионах Казахстана, они просто идеально подходят. В принципе, здесь, в Алматы, если вы живете в пределах, ну вот там ниже Альфа-Раби, и из города не выезжаете куда-то в горы, то можно и на летних шинах спокойно ездить, потому что зимой снега мало. И я даже ни разу не видел, чтобы после снегопада снег задерживался на дорогах. То есть, дороги всегда чистые, и солнца много. То есть, снегопад прошел, на следующий день солнце вышло. И дороги все сухие, и просто сухой чистый асфальт. Там ни одной снежинки нет. Вот, но если приходится выезжать куда-то в горы, ну вот выше Альфа-Раби там могут быть горки, и там могут быть нечищенные проселочные дороги. И там снег лежит, может лежать несколько дней, потому что там холоднее. Вот, то зимняя резина нужна. Здесь как раз подходит отлично. Не то чтобы зимняя, а всесезонная, которая там рассчитана на градусный диапазон от минус 10 до плюс 30, что-то такое. Вот, потому что в среднем как раз в Алматы температура зимой где-то от минус 5 до плюс 5 до плюс 10. В общем, получается идеальный вариант. Выбрал какую-то китайскую резину. Ну, там у нее ламели, то есть, все есть для зимней эксплуатации. Сам я на Hyundai Sonata прошлую зиму проездил здесь на резине Mat Plus Snow. То есть, грязь и снег вообще замечательно. То есть, проблем не испытывал. Ну, проблемы были там в горах на горку, когда заезжала она, когда была занесена снегом. Там со сложностями заехал. Но в другом нормально. Вот. Но это касается южных регионов Казахстана. Там города Алматы, что там, Шимкент, Тарас, Казаларда. Если вы живете где-то на севере, там, как Астана, где зимой бывает минус 40, минус 50, и снегом заносит выше крыши, то тогда, конечно, там нужна нормальная, качественная зимняя резина. Так. Вот еду в микрорайоны. Там магазин. В общем, 4. При покупке 4 колес, 4 шина. Шиномонтаж в подарок. Тут все. На Альфа-Руби продолжается ремонт дороги. Срезали очередную порцию. Недавно закрывали. Опять были бешеные пробки. Все объезжали. Кто через горы, кто вот там. Создавали огромные пробки. Надеюсь, скоро это закончится. Ну вот, еду по Сайна, где разрешенная скорость 80, и здесь он начинает пищать, что превысил скорость больше 60. Что-то не пищит. Ну, в общем, если начинает пищать, нажимаем вот эту кнопку, и все. И на эту поездку, до того, как машина не выключится, ограничение вот это по пищанию снимается. Кратко по машине. Что тут есть? Тут из такого, что в этом классе я не ожидал увидеть. Есть датчики давления в шинах. То есть, вот там кнопочку нажимаем, и в каждом колесе отображается давление. То есть, если давление падает, то автомобиль предупреждает, там начинает пищать. Знаки показывает. Потом следующее. Здесь в каждой двери, во всех четырех дверях, и в багажнике имеется датчик открытия. То есть, когда дверь какая-то или багажник не закрыт, по-моему, даже капот, то на экранчике тоже отображает и пищит, что если ты завелся, и дверь открыта какая-то, то предупреждает звуковым сигналом. Потом здесь есть датчик света, то есть, в темное время суток включается свет, фар включается автоматически. Вот. Потом, что еще из такого сказать. По-моему, здесь нету датчика дождя. Я еще не пробовал. Но, насколько я понимаю, датчика дождя нет. То есть, включается вручную. Дворники включаются вручную. Вот. Но... Да, потом здесь есть камера заднего вида, то есть, включаешь движение назад. Есть парктроники. Камера показывает, куда ты едешь, там есть линейка, но нет такой динамической полоски, которая в зависимости от положения руля показывает траекторию. Но, в принципе, не страшно. Но камера заднего вида, конечно, это удобно. Парктроники сзади стоят. Спереди парктроников нет. Но тоже не страшно. Из такой мелочи, которая приятна для меня, то, что здесь вот эта заслонка перекрытия внешнего воздуха, она электронная, то есть, на кнопочку нажимаешь. Если перед тобой КамАЗ какой-нибудь едет и дым пускает, нажал, оно все сработало. Потому что в одной из предыдущих автомобилей там надо было такую механическую двигать. Рычаг такой с кнопкой, конечно, приятнее. Потом, из минусов, здесь есть почему-то Apple CarPlay в этой магнитоле, но Android Auto нет. Вместо Android Auto они предлагают использовать какую-то китайскую самодельную программку, которая транслирует экран сюда, на монитор. И при выключении экрана смартфона тут тоже все выключается. Поэтому, когда смартфон работает в таком режиме, батарейка быстро высаживается, потому что идет большая нагрузка на экран, на то, что он тоже работает. но неудобно. То есть, почему им не сделать Android Auto, где все по-человечески. Много вопросов задавали в комментариях предыдущего видео. Расскажите, как она едет, эта машина. но как она едет? Вот едет. Для своего класса, по-моему, отлично едет, нормально. Вариатор работает. Моторчик, конечно, там не 200, не 300 лошадей, нормально. Так, что-то я уехал куда-то, где-то надо было повернуть. Ну вот, я нажимаю 3000 оборотов, разгон для города просто идеально. Эта машина отлично подходит для перемещения по городу. Там, не знаю, отвозить детей в детский сад, в школу. Собственно, для этих целей она и покупалась, чтобы детей возить в школу. Просто отлично тут все есть. Подогрев сидений есть, кстати, передних. Что удивительно еще для этого класса, здесь стеклоподъемники автоматические на всех стеклах, на всех четырех дверях. так, тут с дорогой? Куда тут ехать? Вот магазинчик шины. Забрали автомобиль на замену шин. Внутри не пускают, хотя я попросил, чтобы меня опустили в ремзону. Они не пускают, это нарушение законодательства РК, потому что я имею право присутствовать при ремонте автомобиля после прохождения инструкции. Вот здесь вот такой минус у этого шиномонтажа, что не хотят пускать туда. Лучше присутствовать, особенно в таких забегаловках, потому что как раз здесь происходят всякие прописывания дополнительных ключей в автомобиле, после этого происходит угон автомобиля, если он там не защищен как-то специально. Ну вот, поменяли мне колеса, поставили вот, значит, размерность 205-55 R16 All Season написано, то есть всесезонная, Rodex китайская, где тут дата выпуска, не вижу, не вижу я этого, где дата. Ладно, ну вот здесь есть на этой резине вот такие рисочки, полосочки, так называемые ламели, которые в зимнее время года позволяют лучше сцепляться с поверхностью шины, то есть оно фактически зимнее, но написано, что всесезонное, то есть это спасает вас от езды там раз в полгода на шиномонтаж, вот это все запись, ожидания на шиномонтаже, вот так час тут ходить, ждать колеса возить туда-обратно, вся грязь или платить за хранение здесь, вот эти новые абсолютно колеса, резина, проехали 50 километров, вот они все здесь, БР, ЕКУ, Шторт, 4 колеса буду продавать, это которая с завода шла, летняя резина, все, на это и можно теперь ездить без всяких проблем, чтобы там раз в полгода мучиться с заменой резины, сейчас посмотрю, как она едет летом, эта резина, потому что если я на настоящей зимней резине с шипами ездить летом, то довольно опасно, потому что при резком торможении шипованная резина, она просто почти как по льду, по сухому асфальту начинает так проскальзывать, вроде какой-то разницы я не чувствую между летней и данной резиной, но вроде нормально, можно ездить круглый год, хотя вот сейчас еду и как будто бы более шумная она и такая как слегка более жесткая что ли, чуть более жесткая такая и шумная и больше чуть больше какие-то вот мелкие вибрации передаются от асфальта вот диски грамотно сделаны, то есть в условиях в городских условиях, когда тесно тяжело парковаться, мало места и вот притерся шиной к бордюру, а диск не поцарапался, потому что он такой сделан, то есть туда вдавленный и наружу выпирает шина, то есть когда если задеваешь бордюр, то диск не царапается, это очень хорошо, потому что бывают такие диски, они вот так наружу выходят и постоянно они царапаются у всех при парковке. здесь климата нет, но есть кондиционер температура меняется больше меньше теплее холоднее и скорость и все это здесь отображается на экране можно на экране кнопками направления воздуха менять в ноги не в ноги сюда сюда так вот это работает вот экранчик на приборной панели то есть давление шин 4 колеса время можно установить хотя и там тоже устанавливается язык предупреждение вот я выставил 60 км в час то есть когда превышаешь оно начинает пищать поездка расход запас хода и средний расход топлива за все время а за текущую поездку я так понимаю и запас хода написано 433 километра подушки безопасности я так понимаю здесь две вот передние то есть руль аэрбак сбоку аэрбак здесь по бокам я нигде меток не нашел что там какие-то подушки есть получается две передние сегодня здесь базарный день в микрорайонах и не проехать все приехали затариваться на базар насчет того как она едет вот классический пример стою на сайна и надо поехать разогнаться нажимаю моторчик воет ну ничего вот разогнались набрали скорость потока едем конечно это не 200 не 300 лошадей тут вариатор ощущения другие конечно но для городской езды вот надо перестроиться чуть газу поддал все вот заехал в поток хочу налево уйти газу дал 3000 оборотов 3,5 ну и вот уже запищало что 60 градусов ограничения отключаю кнопкой теперь не будет пищать потому что здесь разрешенная 80 ну едем вот в потоке каких-то сильных проблем я не испытываю то есть сколько 109 лошадей вполне хватает едем 80 ну вполне хватает этого мотора на 109 лошадей держаться в потоке перестраиваться из ряда в ряд короче говоря нормалды вот пар вполне удобно заезжаем в камеру все видно смотрим в левое в правое зеркало все заехали жаксы благодарно к горосс н по Продолжение следует...